Всего шесть лет назад о профессии токаря Павел Столяров не знал ничего. Сегодня молодой рабочий уже сам наставник новоиспеченных заводчан и один из лучших рабочих предприятия, готовый подтвердить свое мастерство в профессиональном конкурсе. Постараюсь сделать годную деталь, хорошую. Ну а самое главное, я вот своим товарищам, которые из цеха здесь пришли вместе со мной участвовать, я им как бы говорю, что надо показывать свои умения. И в первую очередь не волноваться. Высокую квалификацию в своей профессии на заводском конкурсе демонстрировали 64 сотрудника производственного объединения «Старт». Токари, фрезеровщики, слесари, операторы станков с числовым программным управлением. У каждого свой секрет мастерства. Побольше практики, умений и желаний. Это самое главное. Такие профессиональные состязания – многолетняя традиция градообразующего предприятия. Мы же понимаем, что сегодня ни один заказ мы не выпустим без участия токаря, фрезеровщика, оператора, наладчика станков с ЧПУ, слесаря, монтажника, регулировщика без человека рабочей профессии. Мы просто отдаем внимание и уважение рабочим данных профессий и показываем, насколько они востребованы. А соревновательность, соревновательность – это всегда движение вперед. По соседству с профессиональными рабочими – студенты. И это тоже традиция – приглашать к участию в заводском конкурсе мастерства ребят из Зареченского технологического института – будущих потенциальных сотрудников предприятия. Для студентов это огромный бонус. Во-первых, посоревноваться с уже опытными рабочими. Ну, скажем так, доказать себе, что я могу, я умею, и меня поставили вровень с уже работниками ПО «Старта». Ну и с другой стороны, это показать себя уже перед отделом кадров, что меня можно брать на работу. Я готов к трудовой деятельности. Достойную конкуренцию юношам составили представительницы прекрасной половины человечества. Среди семи студентов-участников конкурса – две девушки. Проверить свои силы, посмотреть, на что способны. Свои способности участники демонстрировали на двух этапах конкурса. На теоретическом отвечали на вопросы по специальности и охране труда, на практическом изготавливали деталь по заданным параметрам. Мы стараемся заложить в детали те основные виды работ, которые должен рабочий выполнять, чтобы он мог показать именно умение. Ну и есть определенные какие-то профессиональные хитрости, какие-то хитринки, которые мы закладываем в эти детали. Главное – это качество. Это в первую очередь. Даже не столько скорости, а главное – качество. Скорость она будет оценивана, но в первую очередь оценивается качеством. Даже, может быть, участник выполнил не то количество элементов, неполные, но в связи с качеством он может пройти выше. Операторы станков с числовым программным управлением впервые боролись по методике WorldSkills – международного чемпионата по рабочим профессиям. Измененные некоторые условия. Программы пишет токарь сам, ему не помогают. На данный момент технологи. Технологи только участвуют как наблюдатели и как помощники. Участники токаря почувствуют себя спортсменами. Дается минимум времени, всего лишь 2 часа. За 2 часа токарь должен успеть составить программу, сообразить маршрут обработки и произвести наладку оборудования. Ну и, собственно, сделать деталь. Времени очень мало. Потребуется просто максимум усилий, скорости, чтобы победить. По новой методике соревновались шестеро рабочих. Победителем среди них стал Ильнур Фазулзянов. У остальных конкурсантов итоги подводились по двум категориям – молодые рабочие и участники с опытом работы. Среди молодых слесарей механо-сборочных работ лучшим назван Михаил Романов, среди опытных – Павел Макаров. У молодых фрезеровщиков лидировал Петр Лукьянов, у опытных – Павел Пожитков. Победу среди молодых токарей одержал Алексей Баронин, у опытных не было равных – Владимиру Мельникову. Светлана Теплухина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...